Зайцы пушистые, всем добрый день! Сегодня продолжаем разборы наших знаменитостей. На очереди у нас Нателла Крапивина. Вы мне подсказали её разобрать, мне бы как-то, наверное, в голову не пришло бы этой личностью заняться. Как-то она очень далека была, я просто знала, что она такая есть. Я думала, что её имя больше связано именно с Лободой, а оказывается, она Орла и Решку продюсировала. Это во многом ей, скажем так, этот проект обязан именно на российском нашем телевидении, на российской нашей эстраде. Так что, действительно, она очень талантливый продюсер, предприниматель. Фильмы она ещё продюсирует. Но я сама не смотрела фильм «Кислота», но по нему такие отзывы интересные. Был там ещё фильм, который вроде как не пошёл, потому что критикам он не понравился. Там с Чиповской, с Исаковой, как-то там «Кто видел мою девчонку?» Вот что-то такое. Но, не знаю, надо бы посмотреть. Может, правда, интересно, потому что она так топила за этот фильм. Ну, как она говорила, что действительно там какая-то очень серьёзная личная история была, что-то ей очень откликалось, её собственные переносы были, поэтому она так зацепилась за вот этот сценарий. Что мы с вами знаем про Нателлу Крапивину? Дочь богатейшего человека. Её папа Вагиф Алиев, по-моему, да, Вагиф Алиев, действительно настоящий олигарх, причём человек, который поднимался ещё с 90-х годов. Ну, понятно, что ни один вид бизнеса он сменил, сменил свои приоритеты. Но сейчас у него, как вот она объясняла, больше торговая недвижимость. Украинский олигарх, азербайджанец по национальности, жил в Туркменистане. У неё, по-моему, бабушка армянка у Нателлы Крапивиной. То есть разных восточных кровей там намешано. Конечно, папа у неё очень такой интересный, харизматичный мужчина. Прямо, конечно, очень впечатляет. И как сама она его описывает, он ещё ведь достаточно мудр. Он не состоит ни в какой коалиции, он дружит со всеми. Как она говорит. Ну, что здесь значит дружит? Понятно, что старается поддерживать со всеми хорошие отношения и как раз не вступать ни в чьи коалиции. То есть действительно очень выигрышная, мудрая позиция восточного человека. Далеко не все пережили 90-е годы, пережили вот этот бизнес. А он пережил, он нашёл в себе мудрость, скажем так, всё так разрулить и действительно сейчас быть уже в неком таком цивилизованном бизнесе. Ведь достаточно молодой мужчина, 68-го года рождения, то есть ему там 50 с небольшим. То есть смотрите, какой у Нателлы интересный папа. Что хочется про неё сказать? Я смотрела интервью Собчак, ещё какие-то интервью смотрела. Достаточно умная, независимая, интересная женщина. И почему-то нам её привыкли преподносить вот на этом контрасте с Лободой. Это у нас как Людмила Прокофьевна из служебного романа. Кто-то когда-то сказал, что она там какая-то некая страшная грынза. И это подцепили, и это ушло в стереотип. А по сути Людмила Прокофьевна, она никогда и не была страшная. Да, она была одета в деловом стиле. Да, на фоне девочек в блузочках с рюшечками, малюющих свои губки, она выглядела более строго. Но у неё был нормальный, дорогой, приличный по тем временам костюм. Она его не с помойки взяла, наверняка у неё был куплен в тех местах, которые тогда считались какими-то приличными. Она была просто одета нейтрально. Также и Нателла Крапинина, конечно, на фоне Лободы, она кажется явно другой. В ней нет вот этой сексуальности. Вот эти вот губы, как два огромных, я даже не знаю, даже, наверное, не вареника, но какие-то два огромных, может быть, там, персика. Вот по объёму, я даже не знаю, с чем сопоставить. Там, грудь, ноги, откровенные полупрозрачные наряды и прочее. Конечно, вот есть Лобода, это сексуальный образ, который всегда на эстраде хорошо, радостно кушается, вкупе с сексуальным голосом, с неплохими вокальными данными. То есть, да, это образ, который продаётся. Но Крапивина, она другая, но она не менее интересная. Она довольно-таки статная. У неё неплохая фигура, она следит за собой. У неё такие интересные черты лица, как-то вот всё так гармоничненько. Вот эти круглые, очень такие властные глаза чёрные. Вот этот вот носик такой картошечкой с мощным таким основанием. Но мы с вами ещё к физиогномике чуть позже перейдём. Губки вот эти вот бантиком, скулы такие интересные. Вот эта квадратная форма лица, которая в ней выдаёт такого вот хищника, очень практичного человека. То есть, да, она одета, но она по-своему, в своём стиле. Какие-то чёрные вещи, смотрю, она любит. Более такой мужской, какой-то мускулинный крой. Ну, ей вот, видимо, в этом комфортно, органично. Но она приятно говорит, у неё достаточно интересные манеры жесты. Она может видеть разную красоту в людях. То есть, ну, в ней действительно можно увидеть женщину, а не, скажем так, вот совсем какую-то такую историю, которую там некоторые преподносят, что она прям вот мужик-мужик. Нет, в ней просто очень много и Иня, и Яня, и она и то, и то сочетает, использует, и ей кайфово от этого. Собчак проводила интервью у неё в её доме. Ну, конечно, я посмотрела на этот дом, мне как-то так диковато. Для меня это слишком, наверное, какая-то такая морочноватая и холодноватая обстановка. Там чёрный, там какие-то такие вот шкафы, ну, что ли, там какие-то шкафы, интерьеры, диваны. Больше как вот, мне кажется, подходящий для какого-то нейтрального мужского кабинета. Но, видимо, она сама говорит, что ей очень откликается вот этот вот дом, когда она его покупала, и вот этот дизайн. То есть, видимо, это её внутренний мир, лаконичное, что-то такое упорядоченное, с необычными деталями. Висит там картина Джокера, чёрно-белая, ну, по мне, вообще жуткая. Я бы, ну, не стала бы вешать её в доме. А ей классно, она рада, что эту картину в своё время там Лобода ей сюрприз сделала, где-то там купила. Она на неё глаз положила, а Лобода вот такой вот сюрпризик ей устроила. Ей классно от вот этого Джокера, он ей какой-то всплеск эмоций, всплеск творческой фантазии даёт. Просто Крапивина, она многим непонятна, потому что она не вписывается в типичные представления, например, людей о дочках богатых родителей. Хотя она ведь влёгкую могла бы быть, ну, кем-то типа Алекса, например. Например, сладенькой такой миленькой девочкой, которая там ходит в розовых кофточках, там в бассейнике плавает, вот чем-то таким. Она могла бы быть, ну, наверное, какой-нибудь, скажем так, уж вот явно там, может быть, показушной интеллектуалкой. Она могла бы активно лезть сама на эту эстраду куда угодно. То есть материальные возможности у неё, ну, практически безграничны для этого. Понятно, что она не вписывается вот в эти стереотипные распространённые образы, которые мы привыкли, которые мы привыкли видеть у детей богатых родителей. Ну, таких, скажем так, у родителей, которые, ну, как бы всего-всего добились в этой жизни, которые на слуху, которые достаточно публичные. И вдруг вот тут такая крапивина, конечно, к ней и настороженно относятся, и не так часто она уж прямо вот где-то громко там заявляет о себе, ну, так, под настроением. И, конечно же, любые её слова, любые какие-то её выпады, они кажутся, ну, очень такими необычными и настороженно воспринимаются, и обрастают какими-то слухами. А она цельная, она вот такая, какая есть. Конечно, это её счастье, это её удача, наверное, это, там, в своё время душа её много воплощений прошла, чтобы вот в этой жизни у неё была такая карма. Ну, по сути, благополучный ребёнок из богатой семьи. Да, она в своей жизни наверняка видела какие-то сложности, там, не обошли они её стороной, но её детство, её юность, её, в принципе, жизнь. Но она, конечно же, не сопоставима с жизнью некого среднестатистического человека. Она, когда родилась, её отец уже, там, какие-то попытки в бизнесе делал, то есть она всегда была дочкой богатого отца. Конечно же, ей проще, причём, насколько вот она, как-то так всегда, очень уважительно про своих родителей отзывается, про свою семью. То есть складывается впечатление, что это в целом такая нормальная, здоровая семья была. И отношение к детям, у неё ещё сестра есть, вполне такое здоровое, ровное было. Понятно, что у всех у нас там есть какие-то мелкие психотравмы, есть чего покопать, есть чего повспоминать. Но вот Нателла, там, к тому, как она разговаривает, к тому, как она там вспоминает свою семью, к тому, как она вообще рассуждает, вот не производит она ни грамотно впечатление, ну, там, человека, у которого, например, какие-то психологические проблемы из детства тянущиеся, какое-то сложное детство. Нет, скорее всего, ей родители как раз дали очень хорошую базу. Понятно, была там материальная база, тут с этим вообще вопросов нет, но и какую-то такую очень правильную основу заложили. То есть у неё был пример традиционной семьи, там, дружных родственников, такого отца, который вот хозяин, там, как над всеми, да, некий такой защитник. То есть ребёнок рос в хороших, там, очень достойных условиях. Также её детство проходило в 90-е годы. Кто из разных там рос в 90-е годы? Ну, наверное, много чего можно вспомнить. Даже вот я там пару каких-то моментов вспоминаю, ну, там реально страшно было. Убегали мы от каких-то там странных лысых мужиков, ещё что-то, то есть там людей чуть ли не на глазах убивали. Понятно, что она всегда была под колпаком, под защитой, была у неё здоровая коммуникация, здоровое общение. И она выросла человеком в целом со здоровой самооценкой. Конечно, так она сама говорит, ей хотелось бы, чтобы ей больше внимания уделяли тому, что там Собчак завела разговор на тему того, а чё это мы такие вроде как вот срываемся, да, какие-то дёрганные, а вроде потом стыдно. Крапивна говорит, ну да, типа, у меня тоже это есть. Собчак там начала с ней рассуждать, а почему вот мы такие? И вот они с ней пришли к выводу, что недостаточно всё-таки где-то внимания какого-то родительского было. Но это, наверное, может, самый большой там какой-то минус, а вот это вот порывист. А так человек со здоровой самооценкой вырос. То есть ей не надо было жить с позицией, что я что-то докажу в этой жизни, я вылезу откуда-то, выгребу, я вот что-то такое смогу, я прыгну в последний вагон, как очень многие люди, выросшие, может быть, в не таких хороших условиях, как в принципе, так они и живут. У нас у каждого второго, если не у каждого первого, проблемы с самооценкой. Люди до конца не уверены, они вообще могут что-то взять от этой жизни, они вообще могут вот что-то там каким-то образом себе там, ну не знаю, на что-то претендовать и так далее. А у неё априори этих вопросов не возникало. Она жила так, как жила. Она училась, влюбилась в какого-то однокурсника, причём вот этот Крапивин, он человек такой достаточно, как я понимаю, тоже умный, у него неплохо идёт бизнес. В принципе, хороший выбор, такой достойный парень, как-то у них дочка достаточно так рано родилась. В общем-то она могла с ним жить, но она же первая сама, насколько я понимаю, ушла от него. Она влюбилась в кого-то другого, страстная, кровь горячая, о чём не влюбиться. Понятно, что по миру она никогда не пойдёт, ради ипотеки ей жить с мужем не придётся там или ещё каким-то образом. То есть она делает, она живёт априори с тем, что я могу сделать так, как я хочу, и мне за это ничего не будет. Да, у меня есть свои представления там о морали, куда-то я далеко не зайду. Она вполне адекватный очень человек, но у неё достаточно вот этой смелости, у неё нету каких-то внутренних блоков, барьеров, из-за которых бы она могла терпеть, подстраиваться. Нет. Она захотела, влюбилась, захотела это сделать, выучилась. Какое-то время папа ей там часовую компанию какую-то подарил, она дорогими часами торговала, но ей было скучно, хотя там бизнес налаженный был и прочее. Она решила заняться всё-таки вот клипами, продюсированием, вот этим всем. Захотела, занялась, а кто ей помешает. И как видите, то есть есть у неё определённая хватка, но действительно успешный проект. Это ж тоже надо вот суметь вот это вот вычленить, вот это вот выцепить. Так вот она и живёт, делает, что хочет, и у неё неплохо получается, потому что у неё достаточно сильный характер, у неё есть вот эта вот практичность, предприимчивость. Посмотрите на её лицо, давайте к физиогномике немножко перейдём. Квадратное лицо. Квадратное – это очень практичные, очень расчётливые люди с квадратными лицами, которые умеют много чего просчитывать. Достаточно упрямый, нос её такой интересной формы. Такая вот картошечка у основания такая, при этом он всё-таки достаточно аккуратный нос. То есть практичность, опять же, вот это есть. Плюс всё-таки умение вовремя взять себя в руки. В руки эти бантики тоже расчётливость. Умение вовремя там сдержать какие-то эмоции. Вот эти вот круглые властные глаза, очень такие выдающие, ну, действительно, человека такого доминирующего. Сложная внешность, но при этом достаточно такая интересная. Что там ещё по поводу личной жизни? У неё дочка есть, вот от этого первого мужа. Но как она сама говорит, она ещё хочет родить ребёнка. Пока о всяких эко она не задумывается, она именно хочет встретить человека и вот, ну, как бы по любви, действительно родить по любви. То есть ей там около 40 лет, то есть в принципе, да, здоровье, ну, здоровье позволяет. Почему бы и нет? То есть человек, в общем-то, открыт какой-то личной жизни и всё у неё, я думаю, и дальше получится. Она ни в чём себя не ограничивает. Насчёт вот этой вот розовой темы, сколько уже вот тоже вот с лободой вот это всё муссировалось. Как сама Крапивина говорит, что, конечно, где-то они сами жару поддавали, где-то она, может быть, даже и не думала, что именно вот так это преподносит. Ну, я думаю, она, конечно, думала, понимала. И здесь, ну, да, коммерческий ход. Это необычно, это интересно, тем более для такой, как Лобода. Такая прям мега секс и вдруг какая-то история с женщиной, с такой интересной, с необычной. Ну, то есть есть над чем подумать. Причём вот эта вот ещё и история с Тилем, которую никак вот не раскрутят, уже как-то так подскучали от неё люди-то вот с Крапивиной. История-то гораздо интереснее. Вот. И что касается Лободы. Вот я здесь почему-то верю, что у них нету именно сексуальной связи. Я вот как раз действительно верю в дружбу, в какую-то вот человеческую симпатию. Они как-то обе друг другом так достаточно искренне восхищаются. Просто что у той, что у другой, ну, проблем-то нет. Лично жить с кем угодно устроить. Ну, есть окружение, есть деньги, там, время. Ну, у Крапивиной времени это надо побольше, чем у Лободы, да? Лобода всё гастролирует. Ну, тем не менее, то есть нет у них сложности в построении личной жизни. Мне, в общем-то, кажется, это больше дружба. Вот насчёт того, что сама Лобода имеет ли, ну, как бы, перспективу интима с женщинами, вообще вот есть ли в ней вот эта вот линия. Как она сама сказала, что она вроде как не особо по таким отношениям, потому что всё-таки семья, традиции, она это чтит. Ну, вот в интервью она тоже, как вам-то говорила. Но она человек, любящий, ну, там, что-то новое, что-то интересное, человек, который может вдруг что-то такое в человеке открыть. И она не исключает такой вариант, что, может быть, и будет такая история. То есть я думаю, она очень здраво и грамотно здесь сформулировала, может быть, и правда у неё какие-то такие истории были, о которых мы не знаем, или будут какие-то такие истории. И если она захочет, она себе позволит, и ей всё равно будет на то, кто что про неё говорит. Но, скорее, да, вот предрасположенность к Би, наверное, может быть, угадывается. Но, видите, пока мы с вами не видели прямо доказательств каких-то романов. Поэтому, наверное, пока склоняемся к версии, что всё-таки у неё и в ближайшее время всё-таки мужчины какие-то будут. Тем более, раз она там хочет ещё ребёнка родить. Вот как-то версию с Лободой, вот, ну, не верится мне в их вот это вот. Понимаете, у людей, у которых нет недостатка в поклонниках и круге общения, да, они, мне кажется, как раз больше кайф получают чисто от доверительного общения. Потому что так мало кому в этой жизни можно доверять. А вот действительно, вот как Крапивина Лободу описывает, она её как друга описывает. Она внимательная, она там что-то вовремя мне там какой-то подарок сделала, что-то ещё. Она уважает её там перфекционизм, какие-то ещё качества. Вот я почему-то вот больше вот к этой вот версии склоняюсь. Но, опять же говорю, я не исключаю, что когда Крапивина просто вдруг будет интересно, и она, ну, там, определённую, скажем так, себе выберет там нишу, и действительно может у неё будут какие-то отношения. Потому что я сейчас говорю, она человек свободолюбивый, она человек, который может позволить себе всё. И она сделает так, как она хочет. Она не откажет себе в каком-то удовольствии. Как интересно, она про себя сказала, то есть достаточно честно, откровенно, что я вообще типа последнее время что-то сексом не интересуюсь, мне даже не хочется. Ну, там Собчак начала её там расспрашивать, как же так, и так далее. Она говорит, а я вообще пансексуал, то есть я человек, который может влюбиться в душу. Но это как раз говорит о её какой-то вот этой вот страстности, увлекаемости. Не всегда же страстность, это только физическая страсть, или это какое-то соревнование, какая-то гонка. Это действительно интерес к человеку. Так же, она живёт так, как она хочет. То есть вот ей, видимо, вот сейчас вот это нужно. Ей так интересно. Ей так хорошо. А что ещё интересненько? Вот, да. Она, как говорит, что в детстве прижила буллинг, как раз по причине того, что она была азербайджанка, как раз когда вот эти вот все конфликты за территорией были. Они, по-моему, сейчас тоже продолжаются. Но она так рассказывала, как она эти конфликты разруливала. Она понимала, что толпе не может противостоять. А наедине она с каждым ребёнком вроде как устанавливала контакт, договаривалась, и им потом неудобно было бы на неё толпой перейти. То есть она смелая достаточно. Она подключала дипломатию. Она ориентировалась в обстановке. Она выбирала просто подходящий какой-то инструмент, который вот с её точки зрения был ей вот выгоден. Умная женщина, у которой очень много проектов за плечами, у которой действительно всё впереди, в какую бы нишу она ни пошла. А если даже какие-то её проекты будут провальными, ну или не такими удачными, то в любом случае денег ей хватит. Ну то действительно она выигрыша со всех сторон. И уважение заслуживает всё-таки тот факт, что как-то она так достойно проживает эту жизнь. Она особо ни в чём таком не была замечена. Да, вот этот периодический срач. Там иногда она тут вот с Киркоровым что-то они там зацепились. Ещё у неё там с критиком с каким-то была тоже публичная переписка. Ну что-то такое было. Мне кажется, это как раз сублимация. Сублимация вот этой энергии. Не хочется ей секса, но оно у неё вот в это уходит. Ей просто периодически этим надо снять напряжение. Но она отходчивая. Как она там про какого-то критика рассказывала, она тоже с ним пособачилась, а потом сама же пришла к нему на интервью, и как-то всё так у них легко, интересно. Умные люди договорились, пообщались, нашли точки соприкосновения. Также и вот ситуация с Киркоровым. Кто-то им, по-моему, там писал же даже, что ничего-ничего, скоро вы помиритесь, и какой-нибудь совместный проект замутите. Я здесь вот в каких-то её вот этих периодических выпадах не вижу какого-то злобного нарциссизма, психопатских выходок, как вот у некоторых наших знаменитостей это бывает. Я просто здесь вижу желание снять напряжение, азартика какого-то в свою жизнь подбросить. То есть вот именно вот эти вот цели. Вообще, говорю, производит нам впечатление в целом очень психически здорового человека, что вообще редкость в наше время. Очень интересно посмотреть на то, в какую сторону она пойдёт. Всё-таки раз она зацепилась за вот эту вот нишу фильмов, мне кажется, она пойдёт вот в ту анастезию. Может быть, не обязательно это будет продюсирование фильмов, может это будет продюсирование актёров, может быть, она что-то новое создаст. У неё стратегическое мышление очень развитое. Она сможет увидеть тренды и сможет что-то такое очень важное выцепить. Интересная личность. Тоже посмотрите какие-то её интервью, если не смотрели. Поделитесь, пожалуйста, в комментариях, что вы думаете про неё, про её личную жизнь. Вообще, какое впечатление она на вас, как личность производит. Друзья мои, я напоминаю вам, если вам нужна будет моя помощь как психолога, пожалуйста, записывайте ко мне на онлайн-консультации. Мои контакты внизу под видео. Пишите, кого ещё из знаменитостей вы бы хотели, чтобы я разобрала на своём канале. Всем пока. Всем до скорых. Волнующих встреч. Спасибо. 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 Продолжение следует...